Наверное, все знают это утверждение. Одно из самых-самых первых математических утверждений, с которыми вообще любой человек сталкивается. Множество простых чисел бесконечно. Наверняка это доказал не Евклид, но тот из наших предков это доказал. Знаете, вначале Евклида это есть, скорее всего, это было известно еще раньше. Доказать совершенно отличие от противного. Предположим, что мы знаем полный список простых чисел. Вот они есть. Два, три, пять, семь. Давайте теперь все перемножим. И если конечное число, то есть какое-то самое большое, простое число. Итак, пусть существует самое большое, простое число П. В таком случае мы можем перемножить все простые числа. Это их конечное множество. Все перемножим. Ну и давайте прибавим и есть. Мы включим измененное число. Мы получили новое число, которое обладает замечательным свойством. Оно не делится ни на одно из чисел от двух до П. Но это будет раннее число. Значит, либо оно простое, и в таком случае мы нашли, то есть получили противоречие, нашли новое простое число, или оно как-то разлагается. Но поскольку оно как-то разлагается на простые множители, а среди простых множителей нет ни одного из вот этих, значит, мы таким образом находим какое-то новое простое число. Вот это классическое обсуждение Евгелия. Давайте посмотрим, можно ли его чуть-чуть выглянуть. Вот, например, существует бесконечно много простых чисел, дающих остаток 3 при делении на 4. Это делается ровно при фриду, только сейчас надо выписывать не все простые числа, а простые числа, дающие остаток 3. Поехали. 3, 7, 11, что там еще будет? 15 не простое, 19 простое, и так далее, тогда предположим, что существует самое большое простое число, дающее остаток 3. Ну, конечно, хочется прибавить единицу, как мы тогда делаем, но это нам мало что даст. Давайте лучше сделаем так. Умножим это число на 4, и вот теперь вычтем единицу. Что получилось? Число, дающее остаток 3 при делении на 4. Оно как-то предлагается на простые можете. Разумеется, и силы нечетные, потому что число нечетное. Некоторые из них, может быть, будут с остатком 1 при делении на 4, некоторые с остатком 3, но все с остатком 1 быть не могут. Почему? Потому что, когда умножаешь число, дающее остаток 1, иначе число, дающее остаток 1, то получаешь число, дающее остаток 3. И, соответственно, если мы перемножаем только число, дающее остаток 1 при делении на 4, то мы никогда не получим число, дающее остаток 3. Значит, среди простых делителей этого числа есть число, дающее остаток 3. Но это не тройка, не семерка, не одиннадцатая, значит, это какое-то новое. Значит, мы получили противоречие. Отлично. Отлично. Теперь это было решение пункта В. Теперь решение пункта В. Число вида 4n плюс 1. Ну, опять, поехали, перемножись. У нас есть 5, 12, 17, 21. 21 непростое. Вот так. А вот 29 простое. Ну и так. Опять, все простые числа, дающие остаток 1 при делении на 4. Выпишем, перемножим. Ну, на 4 умножим. Почему? Это чтобы проконтролировать остаток от деления на 4. Единицу прямая. И вот вдруг обнаруживаем, что ничего хорошего. Потому что, конечно, одиннажды это 1, 1. Но проблема в том, что трижды 3 – это тоже 1. Поэтому, в принципе, может быть, что у такого числа некоторое множитель дает остаток 3, а трижды 3 дает остаток 1. И вот они так вдруг сбалансируют, и все будет хорошо. Поэтому можно сделать следующее. В квадрат возвести. В квадрат возвести. И вот теперь у нас нечетное число вида х квадрат возвести. Давайте поймем, почему… Оно как разлагается, простые множители. Почему у этого числа нет простых множителей или вида 4 плюс 1? Ну, как, 5, 12. Вот они все здесь перечислены. И на них число и результаты делятся. Так. А почему нет делителей, которые дают остаток 3 при делении на 4? А потому что мы с вами это проходили. Помните, если х квадрат плюс 1 делится на П, то в таком случае П обязательно дает остаток 1. Не может быть, чтобы это была… ну, поничемное. Чтобы это было трудно. Была у нас такая теорема. Мы ее даже двумя способами доказывали. С малой теоремой Ферма. И рассматривая две инволюции – переход к противоположному и переход к обратному. Ну, вот таким образом пункт Б мы тоже решили. Хорошо. Теперь давайте… Ой, да, давайте я сразу расскажу. Пункт Д – это будет наша великая цель. Называется теорема Техле о простых числах в арифметической прогрессии. Оказывается, что вот такими приемами, как я сейчас рассказываю, можно разобраться с задачей типа 2020 n плюс 1. Так называемая многочинная деление круга. А вот если у нас есть общая арифметическая прогрессия, у которой разность и начальничество взаимно простые, то простых чисел там бесконечно много. Но это серьезная теорема Техле – теорема о простых числах в арифметической прогрессии. Она очень интересна, будет очень существенно использована во время доказательства теоремы Аминковского-Хасса. Поэтому она не просто так будет работать. Но пока это я убираю. И давайте посмотрим на пункт В. Ну, на самом деле, это легко. На самом деле, это легко. Начинаем перебирать простые числа, дающие остаток два определения на три. Ну, двойка, что там дальше? Пять, одиннадцать, семнадцать, двадцать три и так далее, и так далее. Предположим, конечные числа. Вот мы их все выписали. Давайте, как говорится, умножим на три и вычтем единицу. Вот и все. Это решение пункта В. Почему это решение пункта В? Потому что это число дает остаток два определения на три. Вот это делится и вычтем единицу. Остаток два. Его невозможно представить в виде произведения чисел, которые дают только остаток один. Потому что один из один – это один. Значит, среди его делителей обязательно есть простое число, дающее остаток два определения на три. Ну, и при этом это не двойка, не пятерка. Это какое-то новое число. Отлично. Ну, теперь вопрос. Три минус один. Здесь мы воспользовались… Не увидел. Оксасовский. Да. А мы только что три минус один делали. Плюс, плюс, конечно. Плюс здесь. Минус, плюс. Минус, плюс. Итак. Нас интересуют числа, дающие остаток один определения на три. Смотрите. Там было х квадрат плюс один. Нам сейчас нужна такая вот теорема. Вот здесь есть какое-то выражение, и оно делится на простое число. Делитель обязательно дает остаток один определения на три. Здесь вот половик квадрат плюс один. Оказывается, надо взять так называемый многочлен деления круга, а именно, в данном случае, минус один разложить на множитель. И доказать такой фактор. Любой простой делитель х квадрат плюс х плюс один, или рай трём, или дает остаток один определение на три. Почему этого будет достаточно для решения пункта Г? Потому что, как водится, в качестве х мы возьмем три. Вы понимаете, чтобы не было вот этого. Просто х будет делиться на три, тогда эта сумма не будет делиться на три. Значит, про равно трём не может быть. умножить на... А сейчас пойдут всевозможные простые числа, дающие остаток один определения на три. Это 7. Так, 7 плюс 3, 10 неинтересно. Еще плюс 3, это будет 13. 19. И так далее, и так далее. Представьте себе, что множество чисел вида три ампус один простых конечным. Тогда возьмем вот такое число х. Оно делится на три, поэтому х квадрат плюс х плюс один не делится на три. Значит, любой простой делитель числа х квадрат плюс х плюс один по этой теореме обладает таким замечательным свойством, что он дает остаток один определения на три. Но при этом это не семерка, не тринадцать, не девятнадцать. Значит, мы нашли какую-то нуку. Все понятно. Вот если вы знаете теорему, то все будет хорошо. Отлично. Давайте ее доказывать. Итак, пусть х квадрат плюс х плюс один делится на три. И пусть при этом число П не тройка и не единица, поможет ли три. То есть имеет вид 3n плюс 2. Число П имеет 3n плюс 2. Отлично. Давайте вспомним, откуда появился многочлен х квадрат плюс х плюс один из разложения на множители х квадрат минус один. В общем, господа, вот это называется многочлен деления круга. И очень важный кусок теории чисел – это рассмотрение такого типа многочленов. Это еще не раз встретиться, такого типа выражения при изучении арифметики. Так вот, смотрите, у нас х куб минус один, раз это делится, то тоже делится на число П. Замечательно. При этом х в степени В минус один, по малой теореме Ферма, это единица по малой В. Правда, вы меня спросите, почему х не делится на П? Отвечу. Если х делится на П, то х квадрат делится, и получается, что единица делится на П. Такого не бывает. Значит, малую теореме Ферма использовать можно. Ну, слушайте, что такое П минус один? Это 3n плюс 1. Отлично. Значит, х куб сравнимо с единицей. Значит, у вас были в n-ную степень. х в степени 3n тоже сравнимо с единицей. Значит, на самом деле это х. Х сравнимо с единицей. Но только х квадрат тоже сравнимо с единицей. Значит, здесь единица плюс единица плюс единица. Делится на тройка, делится на ряда. Значит, это равно 3. В принципе, если бы мы уже знали, что такое негражденное деление фруга, то вот такого типа обсуждений можно провести для любого негражденного деления фруга, получив соответствующий результат. Но так теорию Геррифлея о простых числах крометической прогрессии в общем случае, к сожалению, доказать нельзя. То есть вот несколько частных случаев можно, а общий случай, к сожалению, не будет.